Как же важно, вот я сидел тоже размышлял, как же важно нам успокоиться и начать доверять. Вот если мы думаем, я сидел о друзьях думал, да, вот вроде бы в детстве, в юности думаешь, друзья это классно, там доверял, а где сегодня эти друзья? И думаешь, ну если же Богу доверил самое ценное, жизнь свою, свое сердце, то неужели мы не можем дела Ему доверить? Можем, Он и так нас знает, как стеклышко, чего нам от Него скрывать, чего нам на себя возлагать. Мы сегодня можем сделать, а завтра не можем, а Бог всегда верен и вчера верен. И как важно принимать Его любовь, Его мудрость и знать то, что Он нам заповедовал в Слове Своем. Он для нас многое приготовил. И хочу пригласить еще одного брата из Киева, это Сергей Олейников, пастор, вместе с семейством у нас в гостях, которые тоже поделятся Словом Своим. Аллалюя! Слава Господу! Ну, после такой проповеди что-то добавить уже сложно, но, может быть, где-то это будет и свидетельство, и это будут какие-то полезные рекомендации уже на основании какого-то жизненного опыта, потому что вера все-таки, она, наверное, является таким основополагающим. Мне очень понравилось, действительно. Вера не должна быть чем-то таким вот эфемерным, чем-то... Слава Богу, я без переводчика. Не надо... Нет, я не знаю, надо или не надо, но мне лучше без. Потому что это такое... Ну, это надо уметь, это надо иметь опыт, наверное. Потому что вера – это такой вот фундамент, наверное, это самое главное. Писание говорит, а без веры угодить Богу невозможно. Вот невозможно. Можно называться верующим, но вера, вот она или есть, или ее нет. Если есть вера, ее можно увидеть. Помните, как апостол Иаков писал и говорил... Кстати, сколько времени у меня? 3.35 – это сейчас, а времени у меня сколько? Я понял. Нет, надо нас проповедников ограничивать, потому что мы можем долго. Хорошо. Я у вас уже третий раз, да? Вот. И апостол Иаков, он говорит, что «Покажи мне веру твою из дел моих». Покажи мне веру без дел, а я покажу тебе свою веру из дел моих. Поэтому есть вера или нет веры, в основном это можно увидеть. Если я за что-то верю, это когда-то материализуется, это будет видно, это будет то, что можно пощупать. И я хотел бы немножко поделиться своей жизнью, поделиться своей историей. Мне 43 года. У меня семья прекрасная, трое деток уже взрослых почти, прекрасная супруга. Уверовал я в 97-м году. В 98-м году я уехал на миссию, и в 99-м стал пастором. И в тот же год, в 99-м году, я женился. В 2000-м родилась первая, первый ребенок дочь, в 2001-м второй ребенок мальчик, в 2003-м третий ребенок мальчик. Церковь, служение я нес в городе Антрацит, это Луганская область. Там нес служение вплоть до 2014-го года. Хорошая, не сильно большая, до 100 человек церковь. Служения разные, реабилитационные центры, миссии. В общем, все, что можно было делать, делали. Все хорошо. Своего здания, правда, как-то не удалось построить, но было хорошее все. В 2014-м мы переехали в Киев. В Киеве за вот сколько там, 2004-й, сейчас 14-й, сейчас 19-й, это 5 лет, да, за 5 лет были в одной церкви, я нес служение молитвенное, потом помогал пастору, сейчас мы находимся в церкви Победа Генри Мадава. У меня есть бизнес строительный, работают там люди, бригады, как бы, ну вот, все как бы хорошо. Видите, могу уже в Болгарию приехать отдохнуть там на пару недель. Все как бы замечательно. Бог благ, Бог милостив. Хорошее такое свидетельство, да? Но я думаю, что если бы вот таким образом я засвидетельствовал, то, ну, многим у вас было бы скучно, а может быть даже где-то обидно. Сказали бы, ну, ты везунчик просто, парень, тебе как-то вот так хорошо все в жизни складывается. Но это не было бы, знаете, такое полное свидетельство. Дело в том, что уверовал я в 97-м году, будучи алкозависимым человеком. Дойдя уже до ручки, два месяца бомжуя, пришел к Господу, получил свободу. На миссию я уехал тоже достаточно странным образом. Меня, в принципе, все в Киеве устраивало. Я покаялся в Киеве. Меня все в Киеве устраивало. Большая церковь, на тот момент самая прогрессивная, большая церковь Украины, посольство, слово веры тогда было. То есть все было хорошо. Большая, сильная, успешная церковь. Но у меня украли все документы с машины. Когда я был на работе, на верующей фирме, верующий хозяин был. То есть все, молился, я с утра молился. Но у меня украли все документы. Права, паспорт, военный билет, ну все. И мне пришлось ехать восстанавливать эти документы к себе на родину. И там я встретил пастора одного, с которым мы разговаривали. Таким образом я попал на миссию. Таким образом я попал к нему в город Краснодон, где встретил свою будущую супругу. Я помогал ему служить. Был в этой церкви, я помогал ему служить. Потом произошел один момент. Однажды пастор дал мне поручение, а я проспал. И он наказал меня. Я обиделся на него. Проявил непослушание. И через какое-то время это привело меня в город Антрацит. Я поехал, сказал, я не хочу здесь сидеть, я хочу открывать свою церковь. Ну и сейчас, если оглядываться, многие бы сказали, это бунт, это непослушание. Ну вот как-то так получилось. И я открыл церковь в городе Антраците. Даже не я, мы там с братом одним начали. Потом он уехал. И вот церковь просуществовала достаточно успешно. И до сих пор существует. После того, как я уехал, там рукоположили мы пастора. И до сих пор это служение происходит. Хотя это оккупировано. Ну, находится под контролем не Украины территория. И там достаточно сложно. Там гонения. Им приходится, знаете, как в советское время, каждое служение проводить где-то в другом месте. И почему? Потому что нельзя никаким образом собираться и проводить собрание. Это запрещено вплоть до тюремного заключения. Это вот такие факты. Поэтому приходится, хотя это не молодая церковь, не молодые люди, но им приходится каждую неделю менять дислокацию. Где-то иногда даже пешком, потому что транспорт просто ходит. Надо идти за город в какой-то частный дом, потом еще куда-то, еще куда-то. Но церковь Божия существует. Я до сих пор оказываю пасторскую заботу о ней по скайпу, когда приезжаю, когда получается. И мы открыли церковь в Антраците. У меня родились замечательные дети, и они выросли в принципе с замечательными детьми. Девочке 20 лет, мальчику уже 18. Но знаете, было время, когда вот средний мальчик, он чуть не умер. Он попал в реанимацию, с отек, ну у него с легкими, обструктивный бронхит, он чуть не задохнулся. Потом было время, когда у него была желтуха, и мы мылились, и Бог чудным образом исцелил. Потом было время, когда мои дети меня боялись. Они считали меня злым, они считали меня каким-то, ну, плохим, короче, папой. Но сегодня они выросли замечательными детьми. Переехали мы в Киев тоже, в принципе, не от хорошей жизни. У меня, у нас все там было, у нас была трехкомнатная квартира, у меня был там бизнес построенный, было хорошее служение, все было налажено. Но началась война, начались боевые действия, начались гонения, нам пришлось переехать в Киев, начинать с нуля. Денег было только на то, чтобы на один месяц арендовать квартиру. Ни работы, ни жилья, ничего. Но на сегодняшний момент есть то, что уже я вам свидетельствовал. Сейчас я занимаюсь, вместе с супругой, мы занимаемся тренерством, коучинг, семейных пар. Мы проводим семинары, тренинги в интернете, оффлайн, ну то есть лично. Ездим по разным фестивалям, проводим, ну там, это для неверующих людей, в основном все происходит. Неверующие люди, они слушают, и мы делимся теми принципами Царства Божия, которые заложены в Библии, в отношении семьи. Но это тоже не было, знаете, вот что-то я так сидел, и мне, дай-ка я займусь семьей. Нет, был серьезный кризис, который чуть не привел к разводу, чуть не привел к потере семьи. И через этот кризис мы вышли на то, что мы стали, наши отношения стали такими, что мне захотелось делиться этим с другими. Особенно в виде, сколько христианских семей, ну, они несчастны, на них посмотришь, вроде бы, ну, вроде бы картинка красивая, но если копнуть глубже, они несчастливы. Сколько разводов, сколько проблем в семьях, и не только неверующих, но и у верующих людей. И это стало нашим вызовом служить в этом направлении и развиваться в этом направлении. Но это пришло опять же через кризис. К чему я веду? Я веду к тому, что жизнь, она не только, знаете, такое красивое свидетельство. Жизнь – это путь, и в нем бывает разное. Когда я только уверовал 20 лет, больше 20, больше? Нет, ну где-то, а, больше 20 лет назад, 22 года. Больше 20 лет назад я был уверен, что, ну, теперь-то в моей жизни, ну, все же будет замечательно. Но не тут-то было. Было разное, и хорошее, и плохое. Мне нравится, как у экклесиаста написано, что Бог сделал так, что во время благополучия пользуйся благом, да? А во дни ненастья размышляй. Ибо то и другое создал Бог, чтобы человек не мог ничего сказать против Него. Помните этот стих? То есть, есть и благо, и надо научиться пользоваться этим благом. Но есть также и времена лихие, времена ненастья. И эти времена заставляют нас задуматься, они заставляют нас размышлять о чем-то. Чем я хочу поделиться? Очень коротко, у меня такое вот свидетельство. Чем я хотел бы сегодня поделиться? Каким принципом, их всего четыре, каким принципом я научился за 22 года своего хождения с Господом? Что помогло мне вот не разочароваться, не остановиться, не сдаться, не перестать служить Богу, не перестать верить и не перестать достигать успеха. Да, были времена плохие, но за плохими временами всегда приходило время более лучше, чем было прежде. То есть, я как бы переходил из ступени к ступени, из такой одной позиции в другую. Пускай через боль, пускай через кризис, но это было. Какие принципы я применял, чему я научился? Итак, первый принцип, которым я хотел бы с вами очень быстро поделиться. Первое. Бог благ. Это вот должно быть записано где-то внутри тебя, в твоем сердце, что Бог добр, Бог благ. Что бы ни происходило, когда буря, когда шторм, когда проблема, первое, что ты должен себе сказать, Бог добр, Он мой отец. И я верю в то, что это принесет мне добро. Аминь. Бог благ. Если Он добрый, и Он меня любит, как брат сегодня говорил, Бог тебя любит, у Него есть добро для тебя, обетование, обещание, значит, эта ситуация не для того, чтобы тебя уничтожить. Эта ситуация не для того, чтобы ты погиб. Это не для того, чтобы ты сдался. Помните, как псалмопевец Давид говорит, «Разве мертвые, а не прославят тебя? Разве мое поражение...» Много раз я говорил это Богу. Много раз в слезах я говорил Бог. Разве это поражение, оно приведет к твоей славе? Я в это не верю. Я верю, что в этой ситуации ты прославишься, и я буду в успехе, и я буду в победе, и я прославлю имя твое. Очень сильно мне помогал такой стих из псалмов. Вечером водворяется плач, а на утро радость. Всякий раз я говорил, Господь, это вечер. И пусть сказать, сегодня я плачу, это вечер, но завтра будет утро. Я в это верю. То, о чем пастор говорил. Вера. Ты говоришь, Бог, утро придет. Я верю, что ты добр. И утро приходило. Всякий раз приходило утро. И пусть я еще молод, мне 43 только. И пусть еще будет много вечеров в моей жизни. Я знаю, что за каждым вечером придет утро. И в твоей жизни, брат, сестра, если сегодня у тебя вечер, и у тебя плач, доверяй, что Бог добр. Просто доверяй. Очень много моих близких людей, близких знакомых, друзей, они в этом этапе своей жизни, они разочаровались, опустили руки и отступили, к сожалению. И в их жизни до сих пор идет вечер. До сих пор льются слезы. Может быть, очень темный вечер. Однажды в моей жизни был такой кризис, когда я даже разочаровал. Ну, не то чтобы я разочаровался, я где-то обиделся на Бога. Я всегда не понимал тех людей, которые обижались на Бога. Я говорил, это невозможно. Но в моей жизни тоже был пиво. Я даже молиться не мог. Имея много-много-много опыта христианского, было время, когда я реально не мог открыть даже уста свои, чтобы молиться. Такое огорчение во мне было. И все, что я мог, я говорил, Господь, Отец, я не могу молиться. Я не понимаю, что происходит. Я не понимаю, почему. Я не понимаю, как, что. Что мне делать. Но я верю, что это во благо. Все, то, о чем пастор говорил. Любящий Бога содействует ко благу. Я говорю, даже молиться сейчас не буду. Ты и так знаешь все, что в моем сердце. Я не могу. И благо пришло. Второй принцип, которым я хочу поделиться с вами сегодня. Это доверие Его воле. Мы должны научиться доверять Его воле. Хорошее местописание, которое говорит, только я один знаю намерение о вас. Намерение во благо, а не на зло. Этот стих постоянно меня поддерживал и говорил, Господь, у Тебя есть намерение. Пускай я не понимаю вот эти пазлы, я не могу их сложить. Я не могу понять, почему я сегодня нахожусь здесь. Я не понимаю, почему я здесь. Но я знаю, что это есть часть Твоей воли, потому что я доверяю Тебе. И вот в этом моменте, в этом моменте, знаете, что очень важно? Вот то, о чем пастор сегодня говорил, что состояние покоя. Написано, сила ваша сидеть спокойно, в тишине и уповании крепость ваша. Очень часто, когда происходят какие-то вещи, нам хочется, ну, мы пытаемся найти быстрое решение, мы пытаемся, знаете, ну, мы суетимся, мы мечемся, надо что-то делать, надо срочно принимать решение, нужно делать то-то. Зачастую мы можем разрушить какие-то отношения, мы можем наделать глупости, мы можем наговорить того, чего не надо наговорить, наделать, за что потом будем жалеть. Вот в момент бури самое лучшее, что ты можешь делать, это успокоиться. Сказать, Господь, я не знаю, я не понимаю, но я пока просто убираю руки с руля, со штурвала, я говорю, Господь, я все равно не понимаю, куда мне рулить. Смысл мне рулить? Я не понимаю. Управляй ты. Я доверяю тебе. Становись, Господь, за штурвал, и рули. Это очень важно. И здесь момент веры. Довериться, что у Бога намерение во благо, а не на зло. Третий принцип, которым я хочу очень быстро с вами поделиться. Как сказано, а в дни ненастия размышляй. Третий принцип, когда буря, когда вечер, начинай познавать его пути. Как сказано, да? Во всех путях своих познавай его, и он направит стези твои. Очень важно размышлять. Очень важно начинать искать его. Пост, молитва, уединение, книги, встреча с людьми, размышления. Ты начинаешь думать, ты начинаешь... К сожалению, ну давайте будем искренними. Ну когда же у нас все хорошо, мы не склонны учиться. Мы учимся тогда, когда нас по голове шарахнет. Вот купил... Кто из вас последний раз какую-то технику, такую умную технику покупал какую-то? А потом сталкивался с тем, что не мог с ней разобраться. Я думаю, что... Ну может не недавно, но история понятна, да? И вот мы сначала все перепробуем, и когда мы упираемся уже в тупик, мы тогда лезем читать инструкцию. Ну вот так, вот так мы, к сожалению, устроены. Очень немногие из нас читают инструкцию сначала. Но если даже читаем очень невнимательно. Так, включи... Помните это... А, у вас, наверное, такую рекламу не показывают. Когда там Т2 эти самые, когда внук читает инструкцию, а бабушка уже побежала и сама все подключила. Вот так мы устроены. И вот в кризисе, в какой-то проблеме очень важно понять, Бог допустил эту ситуацию для того, чтобы ты чему-то научился. Ты что-то прекратил делать, либо что-то начал делать, то, что ты не делал раньше. В Плач Еремии, в книге Плач Еремии, в третьей главе есть очень хорошие стихи, которые говорят, «Итак, каждый сетуй на грехи свои». Нет смысла сетовать на Бога, нет смысла жаловаться на людей. Каждый жалуйся на себя, на свои ошибки, на свои грехи, на свои какие-то непонимания. И поэтому очень важно в кризисе начать обучаться. Что я делал? То, что привело меня к этому. Что я должен сейчас делать, чтобы из этого выйти и обратно не возвращаться. Для каких целей Бог привел меня сюда? Чему я должен научиться? Что я должен делать? «Господь, какова воля Твоя? Какова воля Твоя? Какова воля Твоя?» Мне нравится один стих, который говорит так, «Ради имени Твоего вводи меня и управляй мною». По-моему, это замечательная молитва смирения. «Ради имени Твоего». Очень часто нам хочется, знаете, свою волю как-то привнести. И я очень часто замечал ошибки в жизни. Все-таки опыт большой, почти 17 лет пастырского служения. Очень много людей через меня прошло. И в основном люди, у которых проблемы не заканчивались, они выглядят примерно таким образом. У них есть план действий, у них есть заранее такое в голове понимание, как Бог должен действовать, как Бог должен ответить, что они хотят в своей жизни. У них есть список того, что они хотят в своей жизни. и они приходят с этим к Богу и говорят, «Господь, я хочу вот это». Я верю, я пощусь, я даю там жертву, я что-то делаю. Знаете, если это касается, я думаю, телевизора, одежды какой-то, машины, то Бог предоставляет нам право выбора. Но если мы говорим о такой дальнострочной перспективе Его воли, то тут не нам выбирать. Есть Его воля, и она совершенная. И вот здесь очень важно, вот так смирение сказать. В моей жизни много проблем было зачастую именно потому, что вот Бог меня к чему-то побуждал, а я сопротивлялся. я вот, ну я говорил, Господь, ну как-то вот не совсем. Вот ну здесь спокойнее, здесь как-то лучше. И Бог допускал шторм для того, чтобы я мог изменить направление своего движения. И здесь вот очень важно ради имени Твоего, то чтобы Твое имя прославилось, вводи меня и управляй мной. Я думаю, самое большое смирение для нас это сказать, Господь, управляй мной. Не я управляю Тобой, не я Тебе навязываю свою волю, но Ты, Господи, управляй мной. И последний принцип, которым я хочу поделиться с Вами, это действуй. После того, как ты уже понял, какова воля Божья, после того, что, когда ты понял, что тебе делать, а чего не делать, тебе нужно начать действовать. Существует ловушка. Есть такая психологическая ловушка. Недавно прочитал книгу, она не христианская книга, но рекомендую вам ее прочитать. Так и называется «Сила воли». Не помню автора, женщина какая-то. Это не просто какая-то, знаете, мотивационная книга, это научный труд, исследование на многих-многих группах людей. Именно о силе воли. Очень интересно, можно долго об этом рассказывать, но там есть интересный момент такой. Одна из глав называлась название не помню, но смысл состоит в том, почему как бы хорошие, праведные люди они совершают неправильные поступки. И вот одна из таких психологических ловушек наших это в том, что мы стараемся не результата какого-то достигнуть, а мы стараемся быть хорошими. еще раз повторю, мы не результат стараемся достигнуть, а мы стараемся быть хорошими, как бы оценку поставить, я хороший или плохой. И в чем здесь ловушка? Например, вы разговариваете с пастором или читаете Библию, и вы получаете какое-то откровение, какое-то наставление, что нужно как-то поступать. Например, вы получаете откровение о том, что нужно давать десятину. Вот вы ее никогда не давали, а тут вдруг слышите проповедь, вам говорят, надо давать десятину. Вы такие, о, точно, класс. Вы соглашаетесь с этим, вы говорите, да, я буду давать десятину, я с этим согласен. Как только вы это сказали себе, вы же теперь хороший, вы же с этим согласились, правильно? Вы говорите, вот точно на следующее воскресенье я дам десятину. и вы такой, ай, какой я молодец, я не спорю с Библией, я соглашаюсь, я же хорош. Приходит следующее воскресенье, у вас какая-то проблема, надо срочно деньги, вы говорите, ну, сейчас не получается, но я в следующее воскресенье точно дам десятину. я хороший, я чувствую себя хорошо, мы так начинаем бегать с понедельника, мы так садимся на диету, и точно так же мы относимся к заповедям. Мы соглашаемся с ними, что да, закон добр, заповедь правильна, и то, что пастор говорит, хорошо, я с этим согласен, я хороший, но я начну это делать с понедельника, с Нового года, со следующего Нового года, и мы как бы пребываем в иллюзии, а жизнь проходит, а ничего в жизни не меняется, пока ты не пройдешь вот этот момент, пока ты не начнешь делать, или не перестанешь что-то делать, что нельзя делать, в твоей жизни ничего не изменится, и будет приходить кризис за кризисом, беда за бедой, проблема за проблемой, именно потому, что Бог тебя любит. и хочет, чтобы ты продвинулся дальше. Аминь. Будьте благословены. Аминь.